всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале спасибо большое что смотрите это видео спасибо за донаты за ваши подписки за лайки комментарии и если вам нужна персональная консультация то вам сюда по этому электронному адресу меня очень заинтересовала такая персона как иван кулибин если кто-то не знает то это великолепный механик и изобретатель своего времени жил он во времена царствования екатерины второй и создавал чудесные шедевры кроме всего прочего он мог воссоздать любую механику и одна из легенд про ивана кулибина гласит что когда во дворец елизаветы второй привезли разобранную жар птицу павлина то он ее собрал сам без всяких чертежей и вообще чинил всевозможные штуки самостоятельно без всяких чертежей в частности часы и другие механические машины того времени великолепный изобретатель и сегодня хочу показать вам в чем же его исключительность родился иван кулибин 21 апреля 1735 года знаете сомневаюсь что родился он в эту дату постольку поскольку знаю что обычно в то время не записывали даты рождения а записывали даты крещения то есть вполне возможно 21 апреля у ивана кулибина это было дата крещения но давайте по той дате что есть я вам просто расскажу что это был за человек ну и я немного поработала с его картой он либо родился в 11 утра либо родился в 13 часов дня давайте посмотрим на 11 часов утра если так то тоже по внешности ничего сказать нельзя потому что обычно асцендент смотрится по внешности человека да вот если спорный асцендент как в этом случае в его то современные астрологи смотрят на фотографию либо на внешность человека когда видят его воочию встреча в живую да и уже понятно по тому как человек себя ведет очень часто как он одевается по речи куда ставить время рождения здесь мне непонятно куда ставить время рождения потому что картинки которые кто-то рисовал исходя из собственного представления обывании кулибине либо картинки тех времен которые тоже точно не передавали внешность они приукрашали внешность иногда или делали ее совершенно не похоже как нарисовали картинку так и есть вроде что то есть общие черты а как оно там было на самом деле неизвестно и таким образом у меня тоже нет четкого представления где может стоять асцендент у ивана кулибина но тем не менее постольку поскольку у человека была великолепная карьера для того времени 10 дом у него занят но и мы видим что солнце стоит знаки зодиака телец вообще в тельце достаточно много планеты это указывает на то что иван кулибин человек который умеет хорошо чувствовать материю и своей жизни он это и доказал скорее всего вот родился он мещанином и скорее всего в течение своей жизни достаточно хорошую материальную базу создал для себя и для своей семьи то есть зарабатывать умел деньги сохранять умел у него здесь между сатурном и юпитером прекрасные взаимоотношения сатурн это упорность труд юпитер известность то есть он стал известен благодаря своему терпению труду мастерству потому что сатурн мастерство и юпитер это известность среди коронованных особ среди светского общества среди общества широкого то есть его знали многие ивана кулибина марс очень хорошо расположен в близнецах это указание на то что человек умело торговал умело договаривался здесь есть взаимоотношения с меркурием и умело манипулировал между договорами торговлей ну и конечно знал где взять детали и самое главное как их создать потому что такой вот марс рукастый достаточно в близнецах а близнецы то что это мелкие детали в том числе мелкая моторика пальцев то есть у него даже руки когда видели чувствовали вот эту деталь они понимали как ею пользоваться куда ее надо присоединить и что к чему присоединить чтобы она работала возможно иван кулибин также родился в 13 часов давайте поставим на это время тоже в нижнем новгороде и увидим что тоже 10 дома это указание на карьеру занята планетами и здесь тоже и он известный потому что солнце его попадает десятый дом и его принимают и воспринимают здесь сатурн который также уверенно относится к карьере и здесь просто вот он даже не напрягался для того чтобы создать эту карьеру сделать карьеру он просто делал то что любил то что мог то что ему нравилось и это приносило ему легко приносило ему известность и ему легко было в карьере карьера приносила также деньги но я уже говорила о том что он умело пользовался материей и умело и и вкладывал всегда за изобретательность и за изобретателей отвечает уран это планета которая была открыта 13 марта 1781 года то есть в течение жизни ивана кулибина и вот посмотрите как он попал да на эту планету родившись и в течение его жизни она была открыта и как прекрасно он реализовал эту планету своей жизнью то есть он был изобретателем напомню что уран отвечает за изобретателей если иван кулибин родился в час дня как мы здесь видим то этот уран попадает ему в пятый дом а пятый дом у каждого человека отвечает за творчество то есть творческая составляющая ивана кулибина была изобретательской если у вас еще какие-то вопросы остались пишите комментарии спасибо огромное за подписку за донат и если нужна персональная консультация вам по этому электронному адресу я желаю всем вам счастья мира любви здоровья и звездного позитива